Когда можно будет отпраздновать новоселье? Вопрос, который не дает покоя 84-м обманутым дольщикам. Достроить дом на Садовой 256 должны были еще в 2012 году. Изначально застройщиком была фирма МЖК Астра. Она обанкротилась и стройка остановилась, не успев начаться. Дом включили в перечень проблемных объектов. Для того, чтобы решить проблему, Минстрой Самарской области провел конкурс, чтобы найти компанию, которая завершит строительство. Застройщиком выбрали «Юниверсстрой». Мы начали строительство полтора года назад, практически, меньше двух лет назад, с нуля, с котлована. И вот на сегодня мы находимся с вами уже на крыше 17-этажного дома. В доме почти на 100% уже готова котельная, проложенная канализация и водопровод. Сейчас ведутся отделочные работы, монтаж электрики и вентиляции. Ежедневно на стройплощадке работают порядка 40 рабочих. Это объект в центральной части города, естественно, с проблемами изначально разрешительной документации. И, естественно, достраивать начатый объект – тоже очень неблагодарная история для застройщика. Более 15 лет уже этой истории. На сегодняшний день 84 дольше удовлетворены либо предоставлением жилья в этом доме, либо предоставлением компенсаций. Дом запланирован на ввод в эксплуатацию в этом году. Еженедельно проводятся рабочие совещания с представителями застройщика, подрядной организации и госинспекцией строительного надзора. Для осуществления тех мер, необходимых для подключения коммуникаций, для создания комфортной среды, для благоустройства, для всего того, чтобы дом согласно всем нормативам и согласно той проектной документации был везен в эксплуатацию в этом году. До конца этого года от статуса проблемного должны избавиться 8 домов. Такую задачу поставил губернатор Дмитрий Азаров перед правительством Самарской области и главами муниципалитетов. В перспективе проблема долевых недостроев должна быть решена полностью. В начале июля главой региона был подписан закон о мерах господдержки участников долевого строительства, чьи права были нарушены. Он предусматривает расширенный перечень механизмов, которые могут применяться для оказания мер господдержки как дольщикам, так и застройщику и конкурсному управляющему, осуществляющему достройку проблемного объекта. Кроме того, документом закреплено отсутствие доплат с людей, полностью оплативших квартиру. Как пояснил министр строительство Самарской области Евгений Чудаев, весь этот комплекс мер должен помочь в решении проблем обманутых дольщиков. Сейчас ведется разработка всех необходимых подзаконных актов.